Тайные переговоры с Россией, странные повадки и секрет причудливой прически американского президента. Западные СМИ опубликовали выдержки самой ожидаемой политической книги года. Она называется «Огонь и ярость в Белом доме Трампа» и уже наделала немало шума в США и Великобритании. Больше расскажет Алексей Пшумыский. Дональд Трамп не рассчитывал на победу в гонке за пост президента США, а лишь рассматривал это как пиар. Однако после победы отказываться было уже поздно. Такие сенсационные подробности биографии Трампа раскрыл журналист Майкл Вульф, который взял интервью у более чем 200 бывших и нынешних соратников президента США. Выдержки из его еще не опубликованной книги попали в британские и американские СМИ. Дочь Трампа Иванка рассказала о секрете странной прически отца. Якобы из-за облысения ему приходится тщательно укладывать волосы, используя большое количество геля. А причина рыжего цвета – в плохих красителях для волос, которые любит президент. Кстати, дочери Трампа автор приписывает серьезные президентские амбиции. Немало у Трампа и странных привычек. Постель в Белом доме он заправляет исключительно сам, боясь микробов, а из еды предпочитает в основном чизбургеры. Многие интервьюируемые откровенно называют Трампа необразованным. К примеру, близкий друг президента – миллиардер Томас Барак. Отзывается о нем, как о сумасшедшем тупице. Один из бывших членов его предвыборного штаба заявил, что во время избирательной кампании ему пришлось читать Трампу Конституцию США, которой тот просто не знал. Немало внимания в книге уделено и отношениям американского президента с Россией. Бывший главный стратег его администрации Стив Беннон заявил, что сотрудничество сына Трампа с российскими лоббистами, предоставившими компромат на Хиллари Клинтон, было откровенным предательством и изменой. И не исключил, что в этих встречах, которые сейчас активно расследуют американские правоохранители, мог принимать участие и Трамп-старший. В Белом доме уже назвали все эти громкие обвинения выдумкой. Полностью сфабрикованной книгу назвал и бывший британский премьер Тони Блэр, который также давал интервью. Администрация Трампа готовит судебные иски. И не исключено, что после поступления книги в продажу их станет больше, как и новых скандальных подробностей биографии президента. Из Лондона Алексей Пшимыский, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер.